Докладный термин «початку пассивной» никто не называя. Усё, кажуть, будет задержать от климатичных умов. Когда установится постоянное тёплое надворье, а температура хлеба до сягни плюс 5 градусов, можно будет выводить технику на палетке. С уликом того, что большая половая площадь была засеяна ещё минулой осенью под озимой культурой, усиляясь подприемству, есть усея махчимости провести работы в ответственности с технологичными нормами. Головное – поспеть подрактовать технику, которая первая выйдя на палетке. Зараз и её готовность складая, когда 90%. Нескладанный ремонт в господарках робить властными силами. Тем более, что тут есть заправленные профессионалы, у некоторых с подприемствами с этой нагодой наводку не заховали. Але для проведения капитального ремонта необходимо сделать до специализованных организаций. Капитальный ремонт, конечно, она выработала практически на 90% свой ресурс. Поэтому много приходится вкладывать, как и запасных частей, так и людских ресурсов, и, конечно, много работы. У нас 11 ремонтных мест, поэтому можете представить, что если на один трактор порядка до 15 дней, то, конечно, есть уже даже очередь. Поглубленный, одновленный ремонт сучастного энергонасыщенного трактора обойдется всегда с подприемством. Недзе у 8-9 разов дальней, чем набытье новой машины. Зараз у Гомель распроцовывается диагностичная аппаратура, якая дозволить вызначать ресурс руховиков методом вибрации. Такого обсалевания у Беларуси пока не манит. Где? Гэта в свою очередь дозволить проводить ремонтные работы на большевысоком узровне. Иншая справа, что участка техники пришла в таких стран по причине элементарного порушения правил эксплуатации. Недзе не робить плановое обслугование, недзе порушать технологии. Гэта одна из причин, чему некоторые тракторы потребуют капитального ремонта у всех опрос некаких годов работы на палетках. Кали до техники относится беражлива, и она может працовать не одно 10-е годы. Вот гэтый трактор вырубленный в 1967-м годе. У свой частный им працовал знакомитый механизатор Миколай Коваль с колгаса 21-й съезд КПСС Реческого района. Не оглядывайте на то, что трактор уже больше 50-х годов, але он и зараз находится в рабочем стане. Гэта зима для аграро-гомельской области оказалась значительно больше спраяльной, чем попередняя. И снегу у целом хапало, и перепады температур значного отмойного уплыва на станах зимых не оказали. Когда летость у региона загинула мать две трети, посеянных осенью рапсов, то селита по гэтый и инших культурах ситуация значительно больше оптимистичная. Азимы и культура у нас в этом году были в большом объеме посеяны, более 300 тысяч гектар. Из них планируется где-то на 250 тысяч на зерно сохранить, остальная часть на зеленую массу пойдет. И на сегодняшний день, по данным гидрометеоцентра, у нас азимы хорошо сохранились. Где-то изреженность посевов планируется 3-5%, не больше. Олег Сентюров, Валерий Копанько, Телераду Копаде, Гомель.